Настоящая кукольная история развернулась в культурном центре усадьбы Кривякина. Уникальное творческое объединение из 18 мастеров подарило Воскресенску новогоднюю выставку. Идею ее создания поддержала администрация округа. Все мы знаем, что история создания кукол уходит в глубину веков. Но даже сейчас в наше время, несмотря ни на что, куклы все так же привлекают не только детей, но и взрослых. Они, как мы видим, каждый по-своему уникальны, каждый по-своему интересны. В каждую из этих кукол вложена душа. Сказочные образы возвращают в детство и не оставляют равнодушными. Из любви, идеи и нехитрых материалов можно создать куклу или даже целую композицию из нескольких персонажей. Пока у тебя не возникнет в голове образ, кто же это, куклы нет, она не живая. И как только ты родилась что-то в голове, и все, сразу, моментально. Ты не можешь не спать, ничего делать не можешь. Ты можешь до трех часов ночи кроить, шить, рисовать. То есть вот этот процесс творчества можно делать только с любовью. Процесс создания каждой куклы творческий и небыстрый. Требуется сосредоточенность и погруженность в смысл и идею. Игрушки создают индивидуально, а порой процесс увлекает всю семью и становится традицией. Казалось, куклы сегодня стали живыми. Торжественное открытие выставки сопровождалось выступлением воспитанников детской школы искусств Лира. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кукла во всем похожа на хозяйку. Или хозяйка на куклу. Это совершенно не важно, ведь торжество таланта и грации завораживает. Субтитры создавал DimaTorzok Открытие выставки прошло в теплой камерной обстановке, будто предисловие доброй рождественской истории. Для каждого автора игрушек усадьба Кривякина подготовила памятные сувениры и благодарственные письма. Увидеть выставку сможет каждый до 14 января. Александра Тарсагамонова, Евгений Стародубов. Новости. Искровект. Субтитры создавал DimaTorzok